Привет, признательное китайскому председательству за проведение сегодняшнего заседания. Высоко оцениваем вклад Пекина в многосторонние усилия по урегулированию ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта. Вот уже более двух месяцев на Ближнем Востоке разгорается конфликт библейских масштабов. Не будет преувеличением сказать, что он стал одним из наиболее кровопролитных региональных конфликтов за несколько десятилетий. Статистика его жертв ставит чудовищные рекорды. Менее чем за два месяца погибло 1200 израильтян и около 15 тысяч мирных палестинцев, половина из которых дети. Беспрецедентное с 1948 года количество жителей Газа, 1,7 миллиона человек, стали внутренне перемещенными лицами. Погибли более 111 сотрудников ООНовских гуманитарных агентств. Выражаем соболезнования всем погибшим и пострадавшим мирным жителям в Израиле и Палестине, а также семьям погибших сотрудников гумагентства. Глубоко признательны всем гуманитарным работникам, которые ежечасно рискуя жизнью, продолжают мужественно выполнять свой долг на земле. Как бы это ни было горько признавать, скажу прямо, их вклад в смягчение последствий этой эскалации для простых людей гораздо больше, чем тот, который за все это время смог нести Совет Безопасности ООН. Сейчас самое время задаться вопросом, как такое могло произойти. В ответ на прозвучавшие сегодня в целом правильные призывы к единству Совета хочу затронуть ряд неудобных для наших западных коллег тем, которые принципиально важны для понимания нынешней ситуации. Первый из них – откровенные двойные стандарты западных делегаций в отношении палестинского народа. Несколько наглядных примеров. Сколько раз западные делегации запрашивали заседание Совета Безопасности по Украине? Ответ как минимум дважды в месяц. США и Албания всячески выражают озабоченность политическими аспектами кризиса, а Франция и Эквадор позиционируют себя борцами за преодоление его гуманитарных последствий. Сколько раз упомянутые делегации запрашивали заседание Совета Безопасности по Ближневосточному вопросу? Ноль. Коллеги, откуда такая робость? Или судьба палестинского населения гораздо менее интересна для вас с точки зрения внутриполитических очков ваших столиц? Эти же двойные стандарты мы уже во всей красе наблюдали в ситуации с миграционным кризисом в Евросоюзе, когда украинским беженцам даются всевозможные льготы и преференции на основе того, что они якобы привыкли к такому образу жизни у себя на родине. А беженцев из Африки и стран Ближнего Востока держат в лагерях нечеловеческих условиях. Кстати сказать, вчера на Украине разгорелся серьезный скандал после того, как советник Офиса Президента Украины Сергей Лишенко опубликовал видео со своим участием в битком, забитом танцующей молодежи в ночном клубе в Киеве. Украинцев этот сюжет возмутил с точки зрения происходящей параллельно тотальной мобилизации. Но я хочу спросить вас о другом. Спустя два года нашей специальной военной операции в Киеве работает и пользуется огромной популярностью ночные клубы. А сколько развлекательных заведений работает в Газе? Правда, даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры. Жителям Газе сейчас недоразвлечено. Следующий вопрос отношения к детям. Сколько лицемерной заботы западные коллеги на камеру проявляют об украинских детях, не брезгая в целях очернения России, распускать абсолютно нелепые и отвратительные слухи об их похищении. При том, что Россия делает все возможное, чтобы защитить детей от последствий, инспирированного Западом, украинского кризиса. А что же с палестинскими детьми? Генсекретарь Гутерреш заявил о том, что Газа стала детским кладбищем. Эти слова заставляют содрогнуться любого нормального человека. За один только месяц эскалации в Газе погибло больше детей, чем суммарно во всех конфликтах за последние несколько лет. Каждый день в Анклаве гибнут и получают увечья десятки, если не сотни детей. Под удары цахал попадают в школы и больницы. Попраны базовые права ребенка на жизнь и здоровье. Уважаемые западные коллеги, где же ваше обращение в МУС за ордерами на арест? Где ваши усилия по созданию разнообразных комиссий, по расследованию и трибуналов? Еще один показательный сюжет. Ситуация с женщинами. Западные делегации на всех углах разглагольствуют о равноправии, требуя добавлять буквально в каждый продукт Совета безопасности мантру про необходимость обеспечения значимого участия женщин в процессе принятия политических решений. Требуют учета гендерного аспекта даже в тех сюжетах, которые объективно никакого отношения к нему не имеют, наподобие ядерного разоружения. Так о каких женщинах вы заботитесь? Судя по всему, явно не о палестинских. У тех отобрано даже самое базовое право на жизнь и безопасность. Вы все слышали леденящую душу от доклада исполнительного директора структуры ООН «Женщины Сим» и «Бахус» и Фонда ООН в области народонаселения Натали Канем на прошлом брифинге о страданиях женщин в Газе. Причем таких страданиях, с которыми в силу физиологических различий не могут столкнуться мужчины. Палестинкам в Анклаве приходится рожать в антисанитарных условиях под бомбежками, подвергаться полостным операциям без анестезии и медикаментов. Западные делегации по этому поводу в Совете предпочитают стыдливо помалкивать. Какие же из вас тогда поборники повестки «Женщины, мир и безопасность»? Мы видим только лицемеров и беспринципных конъюнтурщиков, способных, если того требует политическая целесообразность, закрыть глаза на любые преступления и, наоборот, выискивать их там, где их нет. Уважаемые коллеги, за эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт. Для Запада палестинцы – это люди второго сорта. В защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которым Совет сталкивается при выработке решений. Почти два месяца международное сообщество, гумагентство, НПО и простые граждане призывают Совет потребовать от сторон немедленно прекратить огонь. Россия говорит об этом с самого начала эскалации. Мы первыми еще 16 октября предложили Совету проект соответствующей резолюции. Спустя несколько дней предложили и второй. Но этот призыв до сих пор не реализован. А ведь устойчивое прекращение огня – это не просто моральный императив. Это единственная гарантия действенного гуманитарного реагирования, которая попросту не может осуществляться в условиях боевых действий. Максимум, что за все это время смог породить Совет, это беззубая резолюция 2712 о гум-паузе, без какого-либо механизма мониторинга ее выполнения. Неудивительно, что она не выполняется. Ее изначально верный посыл оказался стараниями США крайне выхолощенным и не содержит требований о прекращении огня, как не предусматривает и практических мер по обеспечению широкого и беспрепятственного доступа к нуждающимся, оказания помощи пострадавшим. За скобками остались и силовые рейды Израиля на западном берегу реки Иордан, и произвольные авианалеты на Сирию, а также рост напряженности на голубой линии с Ливаном, чреватые дальнейшим расширением кризиса в Ближневосточном регионе. Представители израильского руководства, к сожалению, в полной мере воспользовались провоцированным США разладом в Совете Безопасности и не замедлили назвать принятую резолюцию бессмысленной, заявив о намерении ее игнорировать и продолжать зачистку сектора газа, после чего последовали новые бомбардировки школ, больниц, мечетей, церквей и объектов БАПО. Коллеги, вы все прекрасно понимаете, что это открытое нарушение резолюции Совета Безопасности и статьи 25 Устава ООН. Однако от вас не прозвучало ни слова осуждения, на которое вы явно не поскупились бы в других страновых сюжетах. Это еще одна демонстрация ваших откровенно двойных стандартов. Безусловно, нельзя не радоваться тому, что в результате недавней гуманитарной паузы и обмена заложниками удалось спасти жизни людей. Но эти шаги стали результатом договоренности региональных игроков и не имеют никакого отношения к упомянутому решению Совета Безопасности. А значит, хотя эта договоренность и дает некоторый проблеск надежды, она не носит ни устойчивого, ни всеобъемлющего характера. В частности, не позволила палестинцам вернуться на Северанхлава и не охватывает Сирию или Уан. Поэтому главным вопросом остается, что же ждет многострадальную газу и другие оккупированные палестинские территории завтра. Высок риск того, что в отсутствии четкого, верифицируемого решения Совета Безопасности о прекращении огня за этой короткой передышкой последует новый виток насилия, и газоветяне, получившие во время паузы помощь, погибнут под новыми обстрелами. На крайнюю вероятность самого негативного сценария указывают и недвусмысленные заявления представителей израильского руководства о планах продолжить после окончания гумпаузы интенсивную зачистку сектора газа. Поэтому важно, чтобы гуманитарные паузы и решение остро стоящих гуманитарных вопросов перед сектором газа стали прологом к прекращению огня, а не де-факто зеленым светом на продолжение Израилем кровопролития в газе. Рецепт 1. Принятие Советом Безопасности решительных мер на этот счет, обеспеченных, в отличие от любых двусторонних договоренностей, механизмом международного мониторинга. В качестве первого шага ожидаем, что генеральный секретарь, как это предписано резолюцией 27.12, как можно скорее представит предложение по конкретным опциям организации механизма мониторинга и ее выполнения. Сегодня мы услышали из его уст о создании рабочей группы для проработки этого вопроса. Хотим спросить, сколько нам ждать результатов работы этой рабочей группы? Одним из вариантов могло бы стать расширение мандата ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. Данная миссия располагает более двумя сотнями военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения. Мы требуем от генерального секретаря проработать эту опцию, либо предложить альтернативную. Уважаемые коллеги, говоря о завтрашнем дне данного конфликта, пора задуматься и о послезавтрашнем. Возникает много вопросов о путях восстановления газа и в целом о будущем долгосрочном решении палестинской проблемы. А без ее решения невозможно обеспечить по-настоящему устойчивую безопасность Израиля. Россия активно работает на этом направлении. Министр иностранных дел Лавров на днях провел встречу в Москве с членами комитета, который был создан решением состоявшегося 11 ноября в Берриаде внеочередного совместного саммита Лиги Арабских государств и ОИС по ситуации в секторе газа. Решительно осудив терроризм в любых его проявлениях, участники солидарно высказались в пользу скорейшего установления устойчивого режима прекращения огня и обеспечения защиты гражданского населения. В поле нашего зрения должна находиться и подготовка к перезапуску мирного процесса на международно признанной основе, утвержденной в рамках ООН и подкрепленной арабской мирной инициативой 2002 года, которая была выдвинута королем Саудовской Аравии Абдала и поддержана всеми членами Лиги Арабских государств и ОИС. Речь идет прежде всего о создании независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Понятно, что для продвижения к этой цели, наряду с усилиями, предполагающими решение упомянутых мной острейших гуманитарных вопросов, требуется формирование коллективного дипломатического механизма. Убеждены, что важную роль в этом механизме должны играть страны региона, арабские и исламские государства. Квартет международных посредников, по сути распущенный по решению США, они, как известно, отказались работать в этом формате, к сожалению, не включал в себя представители арабского и исламского мира. Его составы были Россия, США, Евросоюз и ООН. Чтобы компенсировать этот недостаток, задолго на нынешних событиях мы выступали за то, чтобы Квартет работал в полной координации с Лигой арабских государств. Наши западные партнеры относились к этому, мягко говоря, прохладно. ООН, к сожалению, так и не проявила должной инициативы в этом вопросе. В итоге Квартету так и не дали справиться с функциями, возложенными на него Советом безопасности Всемирной организации. Обновленный механизм внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного устойчивого регулирования на основе двугосударственного решения должен быть по-настоящему репрезентативным и включать регионалов, которые не хуже, а скорее лучше других понимают, как добиться справедливого решения, которое будет опираться на согласованную международную договорно-правовую базу. Мы готовы к подобной работе после того, как будет потушен огонь нынешнего регионального обострения. Пока до этого, к сожалению, еще очень далеко. Благодарю вас.